Всем привет! Сегодня в одном ролике обсудим сразу две проблемы. Первая из них касается игры Assassin's Creed Valhalla, а именно то, что она не запускается на 11-й винде. Процесс сначала запускается, а затем исчезает. Ну и вторая проблема не менее важная, которая, кстати, является причиной отказа запуска Assassin's Creed, а именно то, что у нас неподходящие версии операционной системы, то есть обновления. Сборка 22.00 имеет некие проблемы, которые не позволяют запускаться в игре Assassin's Creed. Ну и многие другие проблемы. На самом деле этот недуг решается очень просто. Нам просто необходимо включить программу предварительной оценки Windows в центре обновления и затем обновиться на инсайдерскую версию. Но здесь всплывает еще одна проблема. Те ребята, которые устанавливали 11-ю винду на неподдерживаемые компьютеры, соответственно, это сделать не могут. Вы просто не сможете включить программу предварительной оценки Windows. Выход, конечно же, есть. Смотрим. Нам просто необходимо будет скачать инсайдерский образ Microsoft Windows. И именно инсайдерский. Ссылочку на сайт я оставлю в описании. Здесь выставляем все, как у меня. Если у вас профессионал, выставляем профессионал. И скачиваем команду для командной строки. Далее запускаем эту команду и дожидаемся формирования и скачивания архива. То есть это инсайдерская версия. Если ваш компьютер поддерживает операционную систему Windows 11, то вы без труда после скачивания этого архива можете просто его запустить и обновиться до инсайдерской версии. А вот если ваш компьютер не поддержит Windows 11 и устанавливая ее какими-то обходными путями, то нам понадобится еще несколько манипуляций. Потому что просто-напросто эта программа не обновит вам ничего. Для этого нам понадобится мученный Media Creation Tool. Переходим в папочку, как у меня на экране. И запускаем вот этот вот файлик. Соответственно, от имени администратора. Ссылочка также будет в описании на файлик. После запуска вы увидите вот такое сообщение. Написано зеленым Instaled. Просто можете нажать любую клавишу, выйти из консоли и далее запускать наш скачанный образ ранее. После чего ваш компьютер должен без проблем обновиться до инсайдерской версии, даже если пока не поддерживает Windows 11. По сути, мы разбираем сейчас вторую проблему, как обновиться до инсайдерской версии, если пока не поддерживает Windows 11. Но попутно решаем и первую проблему с Assassin's Creed. Вообще, какая-то нужда в инсайдерской версии у многих может вообще отсутствовать. Но могу сказать, что в ней много чего нового. Но так в целом решайте сами. После установки заходим в информацию о системе и смотрим на сборку S. Теперь она у нас другая, нежели была раньше. И, соответственно, теперь Assassin's Creed запускаться должен. Сразу после обновления я заметил, что здесь многое изменилось визуально. Поэтому, я думаю, сниму попозже обзор на 11-ю винду, инсайдерскую версию новую. Что касается программы предварительной оценки Windows, она по-прежнему нам пишет, что у нас будут ограничения, потому что у нас не соответствует компьютер-системным требованиям. Но я думаю, что это тоже можно решить. Позже разберусь, если вам интересно. Ну и, как видите, Вальхала запустилась. Давно хотел на нее сыграть. Здесь просто не получалось установить как раз из-за этой проблемы. Я не вникал в подробности. Почему-то думал, что это связано с моим AMD-шным старым процессором. Но нет, как видите, все работает. Проблема была в 11-й винде, а именно в сборке, в ее косяках, проблемах и так далее. Единственное, что напрягает в инсайдерской версии, это надпись внизу в правом углу экрана о том, что у вас инсайдерская версия. Ее можно убрать с помощью некоторых программ. Так что, если интересно, найдете это в интернете.